Всем привет, YouTube! Вы находитесь на канале про умные гаджеты. Меня зовут Миша и сегодня у нас с вами пульт G20 Pro. И сегодня у нас пульт G20S Pro. Чем его главное отличие и почему вам интересна может быть его покупка? Во-первых, потому что здесь есть подсветка. Не знаю, кому она нужна, но она есть. Здесь есть микрофон, это гироскопичный пульт, а также здесь есть кнопочки 1, 2, 3, 4, 5. Зачем они вам нужны? Я пока не знаю ответ на этот вопрос. Я лично ими не пользуюсь, но знаю, что есть люди, которые ими пользуются. Так, я его потихонечку уже распаковал. Если вам нужно купить такой пульт, то, конечно же, ссылочки я добавлю под этим видео. На ссылки хороших магазинов с Китая, а также на надежных интернет-магазинов в Украине. Так, у нас с вами есть инструкция, и я не часто такое вижу, чтобы на подобную продукцию была прям русская, русскоговорящая инструкция, где можно почитать. Я посмотрел перевод, конечно, такой себе, китайский перевод классический, но, тем не менее, там можно как бы уловить суть, что самое главное. Вот, здесь, как в этой чудесной инструкции написано, можно запрограммировать две кнопки. И это кнопка выключения, а также кнопка этого, а также кнопка Mute или Mute. Для того, чтобы запрограммировать этот пульт, как здесь написано, нужно нажать кнопку Power и дождаться, пока индикаторы начат в панике просто включаться и выключаться. И тогда, возможно, подключить второй пульт, нажать кнопку, которую нужно запрограммировать, скорее всего, это тоже кнопка питания под ваш телевизор или что у вас там нужно сделать. И после этого запрограммируется эта кнопка. Точно так же можно и вторую кнопку запрограммировать. По такой же инструкции, как я понимаю, ну, здесь так написано, зажав кнопку Mute, тоже подержал больше 3 секунды. Итак, я засунул себе две батарейки класса 3А, то есть мини-пальчик. Включилась автоматически подсветка. Также в пульте есть кнопка подсветки Slash Minute. То есть, если вы эту кнопку долго будете нажимать, то, соответственно, подсветка будет включаться и выключаться. Должен сказать, что подсветка здесь минимально яркая, она не раздражает и она, видимо, действительно для того, чтобы, когда у вас полная темнота, чтобы вы увидели цифры и чтобы оно вам прям не ярко осветилось и было удобно. Подсветку, как я говорю, можно включать-выключать. Кнопочки 1, 2, 3, 4, 5, они все доступны для того, чтобы вводить какой-то текст. Вот я ввожу. То есть, можно этим пользоваться. Также есть микрофон. Вот он включился, наш микрофон. Да, нужно нажать нам тут продолжить. Я нажимаю микрофон и после этого уже можно диктовать какой-то текст. Это удобно работает для Android TV приставок или для обычных приставок, где можно диктовать что-то голосом. Так, с интересных каналов здесь есть каналы плюс, каналы минус. Кнопка вот такая. Здесь есть заблокировать, открыть курсор. При курсоре, кстати, у нас работает кнопка назад. Все нормально, без нее тоже все работает. Кнопка домой отдельно. Есть кнопка вернуться назад, микрофон, как я уже сказал, громкость плюс-минус. Есть у нас перемотка, play, pause. Очень полезные кнопки, если вы смотрите что-то. Кнопка delete, удалить контент, который вы ввели. Цифры вот эти, может быть, или буквы какие-то с клавиатуры виртуальной. В общем, не знаю, вроде прикольный пульт. В руке держать его приятно. Кнопки не громкие, примерно как и в G20 и в подобных ультах. Ничего там, структура кнопок везде одинаковая и нигде особо не меняется. Вот. Не такие уж тихие, но достаточно сносно. В принципе, можно пользоваться. Не знаю, кому вот нужны вот эти вот циферки, но есть люди, которые почему-то от них фанатеют, и им это удобно пользоваться. Я этим не пользуюсь. Мне подходит по-прежнему самый пульт G10s, если мы говорим про вот такие приставки без Android TV, не мекулов. На таких приставках мне родными пультами удобно пользоваться. Но если бы нет, то G10s мне подходит. Но это, в принципе, удобно. Есть кнопочки перемотки, есть подсветка, есть эти 1, 2, 3, 4, 5. В целом, пульт годится нормальный в руке, держать удобно, пользоваться удобно. Поэтому, если вам понравилось, то ссылки на то, где его можно купить, вы знаете. Есть под этим видео на надежного интернет-магазине в Украине, конечно же. А также на Алиэкспресс. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будем с вами на связи. Буду ждать вас в комментариях, там пообщаемся. Всего хорошего. Пока.